Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня будет очередной расклад из серии по вашим идеям. Данную идею предложила зрительница с прекрасным ником Люлю. И звучит она так. Как относится к вашему ребенку на самом деле мужчина? Ну или любой задуманный человек? То есть может быть вы захотите, например, свекровь свою загадать? Или другого любого человека, подругу, которая как-то с вашим ребенком может быть общается не так, как вам бы хотелось? То есть суть, как задуманный вами человек воспринимает вашего ребенка? Это может быть и партнер ваш, это может быть из перечисленных. В принципе, любой может быть какой-то другой человек, который для вас важен и отношение которого к вашему ребенку интересует вас. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас будет сегодня вариантов. Я сразу могу сказать, что вы тоже можете оставлять свои идеи для общих раскладов. Это можно сделать под специальным видео. Вот все время говорю о том, что есть специальное видео. Люди теряются ваши идеи, когда вы их пишете, где попало под любым видео. И все равно, опять-таки, просят под любым видео, которое есть. Естественно, я забываю потом о том, что просили. И человек не получает расклада по своей идее. Но вот те, как Люлю, например, как недавно Анастасия Николаева, как Галина Хромцова, они получили ответы на свои идеи для общих раскладов, потому что оставили их там, где надо, и в той форме, в том формате, в котором это было надо сделать. И вот очень хочется, чтобы просто тот, кто хочет оставить свою идею на интересующую его тему, немножечко уши открыл, прочел прикрепленный комментарий, где ссылка всегда остается на то видео, под которым ваши идеи собираются. Вот всегда хочется, чтобы человек послушал, когда говоришь. То есть у меня всегда возникает вопрос, что люди, если вы не хотите послушать меня, вот те, кто пишет, где попало, неужели вы думаете, что я буду прислушиваться к тому, что пишете вы? Если у вас не хватает уважения, если у вас не хватает, ну я не знаю, просто какого-то, ну это, наверное, уважение, это адекватности, когда ты понимаешь, что тебе говорят, когда говоришь, вот напишешь там, и с большой долей вероятности будет для тебя идея, для тебя вот именно расклад, да, но если человек даже не хочет этого слушать, и если трудно просто в прикрепленном комментарии нажать на ссылочку, которая вас напрямую вынесет к этому видео, вам даже не надо его искать на канале, я ссылку на это видео просто оставляю в прикрепленном комментарии, то, конечно, человек, если не потрудился даже нажать на эту ссылочку, то надеяться на то, что я что-то сниму по его идее, наверное, будет бесполезно. Но это вот такое лирическое отступление, просто потому, что, честно говоря, уже, ну вот знаете, диву даешься, каждый раз говоришь одно и то же, и каждый раз люди, что попало, где попало, пишут, не желая вообще ни к чему прислушиваться. Но, собственно, для них такой же результат их обращения. Как они отнеслись, так отнеслись в ответ и к их обращению, которое оставили они. Но сегодня у нас получилось, как вы сами видите, 7 вариантов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вы можете загадывать как просто по номеру карты, как по рубашке карты, которая будет вас притягивать, так и по порядку открытия карт мною тоже можно загадать. То есть вот ту карту, которую я пятой или третьей или первой открою, это уж кто как для себя загадает, кому как удобнее, для кого как интуитивнее. А я, соответственно, буду открывать так, как посчитаю нужным арканы. Еще раз напоминаю, как задуманный человек относится к вашему ребенку на самом деле. То есть как он воспринимает ребенка. Естественно, это не подробный расклад, это не его мысли, чувства, намерения, общения, что мешает, что помогает, как будут развиваться события, какие перспективы общения. Нет, это уже индивидуальный расклад, но в целом понять отношение к вашему ребенку со стороны задуманного лица, будь то ваш любимый человек, ваш партнер, ваша сотрудница, подруга, свекровь, вот кто бы то ни было, кого бы вы не загадывали, как человек задуманно относится к вашему ребенку. Для тех, кто выбрал позицию номер 4, давайте, она будет первая по порядку открытия. Вот здесь мы видим, что скорее всего человек, особенно если это мужчина, особенно если это новый партнер, относится достаточно прохладно, это не значит плохо, это значит просто логично. Нет никакой любви, то есть сказать, что здесь какое-то слепое обожание, что человек просто любит, готов вашего ребенка носить на руках, целовать его во все мыслимые и немыслимые места, менять ему памперсы и прочее, прочее. Нет, этого здесь не наблюдается. И здесь, естественно, не идет речь о любви, но мы видим как плюс логическое восприятие того, что видит перед собой человек. То есть человек дает себе отчет, да, это ребенок, да, нужно выждать и посмотреть, для того, чтобы стать авторитетом для этого ребенка. И человек это понимает. Но в целом есть небольшая ревность. То есть человек может действительно воспринимать вас, как ту, которая отдает больше внимания ребенку, нежели ему. Определенное ощущение ревности здесь присутствует. Но здесь есть хорошая новость. Человек достаточно логичен. И человек достаточно, вот знаете, такой вот, не то чтобы не подверженный истерикам, а человек, который логически может побеждать свою обиду, менять свое отношение под влиянием своего собственного разума. Даже если он обижается на вас, что вы внимания больше уделяете ребенку, нежели ему, задуманному лицу. Даже если это не ваш мужчина, а там ваша свекровь или ваша подруга, да, может казаться, что человеку хочется с вами, например, видеться, встречаться в отсутствии ребенка. То есть чтобы ребенка не было рядом. Но сказать, что человек плохо относится, мы не можем. Просто для человека изначальной целью общения можете являться вы. И он или она хотят, чтобы вы соблюдали определенные правила приличия. То есть не клали всю свою жизнь к ногам ребенка и не заставляли вот этого человека, то есть это задуманное лицо, о котором идет речь, чтобы вы не заставляли его любить, не заставляли его умиляться, тогда, когда нет этого умиления у человека. Но при этом он также может не делать ничего плохого для ребенка. То есть логикой понимает, что ребенок это ребенок, что нельзя его рассматривать как конкурента такого, вот знаете, абсолютно осознанного. И это плюс. То есть человек взрослый логично относится, без лишнего умиления к вашему ребенку. И все-таки больше ему нравится решать какие-то взрослые вопросы и решать их с вами, общаться с вами, чтобы ребенка не было слишком много вот в этих отношениях. Если это, например, свекровь, то здесь мы можем говорить о том, что она тоже, может быть, не испытывает какой-то грандиозной просто любви к своему внуку. Ну или если это новая свекровь, а у вас ребенок от предыдущего брака, да, например. Она не испытывает любви к ребенку, но она понимает, что да, это часть вашей жизни, и все логично, и просто нужно принимать, да, поскольку есть этот ребенок. Ну нужно принимать этот факт, эту действительность. Но поджилки, конечно, не трясутся. Сказать, что там какая-то неземная любовь у нас образовалась, вот этого мы не можем. Для тех, кто выбрал позицию номер, давайте, 6. Она вторая будет по порядку открытия. Здесь мы видим карты, которые говорят о том, что человек может относиться достаточно размеренно, осознанно, спокойно к вашему ребенку, может проявлять заботу, в том числе иногда даже помогать материально, если понимает эту необходимость, если считает, что да, нужна вот эта помощь, значит, нужно помочь. Если человек является, вот знаете, тем, кто действительно может и должен оказывать помощь, то он может даже эту помощь оказывать вам в том, что касается ребенка, регулярно. Можем даже сказать, что ребенок симпатичен, но манипулировать этим человеком с помощью ребенка не получится, не получится. То есть это все будет пресекаться сразу же на лету. Однако теплое такое вот отношение старшего человека, особенно если это бабушка, да, родная, или это мужчина, который понимает, что вам придется жить вместе, например, всем, и что нужно как-то образовать семью из всех вас, да, он это будет понимать и стараться относиться достаточно ровно. Говорить о том, что это сегодня и сейчас уже огромная любовь, мы не можем, но определенные зачатки того чувства серьезного, да, любви, симпатии, которая может проявиться к вашему ребенку в этой ситуации от лица задуманного человека, задатки сейчас хорошие, то есть надежда на то, что это будет любовь, взаимопонимание, человеческое, очень теплое отношение, они имеются, просто сейчас еще не в той стадии вот эти отношения. Для тех, кто загадал позицию номер 7, она третья по порядку открытия, вот здесь ложится карта, которая говорит о том, что задуманное лицо может просто бояться вашего ребенка, опасаться. Ну, какого рода здесь могут быть страхи? Во-первых, человек может думать, блин, вдруг я что-то сделаю не так, а вдруг я сейчас там спровоцирую какую-то негативную реакцию со стороны ребенка, и она будет смотреть, то есть вы, на меня по-другому после этого. То есть у человека есть опасения, у человека есть страхи, у человека есть неуверенность, и именно не перед вами, а в том, что касается именно общения с ребенком. Вот эти моменты достаточно явно просматриваются. Даже еще есть один нюанс, человек боится попусту просто, вот знаете, без какого-либо расчета тратить деньги необдуманно на ваше дитя. Но если он поймет необходимость этих трат и вложений, будь то деньги или энергия, или свое время, или какой-то другой ресурс, если человек поймет, что ваши отношения развиваются, что вы поддерживаете в каких-то его тратах, в каких-то его вложениях, да, в адрес вашего ребенка, то он начнет потихонечку открываться, то он начнет со временем потихоньку давать больше. Единственное, что сейчас его сковывает, это, вы знаете, называется, а неизвестно, я вот сейчас вложу, а будет ли какая-то потом мне отдача от того, что я делаю, а будет ли мне мать этого ребенка благодарна, а будет ли сам ребенок спустя какое-то время мне благодарен. То есть вот здесь есть опасение того, что определенные траты его ресурса, его или ее ресурса, то есть здесь загаданного лица, да, вами, будут ли они окупаться, если грубо выразиться, но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, это закон равновесия во Вселенной, когда то, что мы даем, мы должны получить потом из этого или другого источника, то есть чтобы было какое-то отображение, да, вот определенные зеркальные действия. Поэтому если вы хотите, чтобы в ребенка вкладывались и перестали бояться, чуть успокоились, да, вот на эту тему, вы должны также понимать, что от вас зависит многое, и если вы будете действительно по-хорошему общаться, если вы будете сейчас давать понять, что вы благодарны, что вам это нужно, то человек перестанет бояться, что его вложения пустые, это может действительно помочь наладить вам отношения. Для тех, кто выбрал позицию номер 2, она четвертая по порядку открытия, вот здесь, знаете, ложится неплохая карта, мы видим, что человек в принципе готов помогать, готов поддержать, может быть когда-то просто погулять, например, с ребенком, а может быть и что-то приобрести, то есть вот здесь есть такое небольшое покровительственное отношение, когда человек хочет сам показаться хорошим, когда оказывает поддержку, может быть не очень интенсивную, но все-таки поддержку вашему ребенку. Человек хочет, чтобы все было честно, то есть ему хочется помочь, ему хочется что-то вложить, но он также хочет, чтобы вы показали благодарность за то, что он или она делают для вашего чада. Если вы отвергаете помощь, например, свекрови бывшей, или какие-то вот такие нюансы есть во взаимоотношениях, когда вы говорите, да не нужна мне твоя помощь, не хочу я и прочее, вот это может вредить отношениям, которые могут складываться дальше между вашим ребенком и задуманным человеком. Поэтому здесь нужно учиться принимать помощь, и тогда, когда нужна помощь этому человеку, оказывать эту помощь ему, может быть эта помощь будет просто через душевную поддержку, сопереживание, разговор какой-то тоже хороший, добрый, человеческий, все это учитывается, да, как взаимопомощь. Поэтому человек готов вам помочь, но вы должны правильно эту помощь принимать. Для тех, кто выбрал позицию номер один, она пятая по порядку открытия. Ну вот здесь, знаете, складывается впечатление, что у человека достаточно богатый опыт в общении с детьми, и в принципе он может даже как друга, как подружку воспринимать вашего ребенка, и может доверять какие-то тайны вам детские, какие-то ваши даже тайны рассказывать ребенку со временем, конечно, если ребенок уже может что-то понимать. И более того, вот это задуманное лицо иногда даже может идти на поводу у ребенка. Но если, вот знаете, постоянно вот это лицо будет идти на компромисс, задуманный вами человек, постоянно будет что-то жертвовать, то в конце концов, если не будет видеть отдачи ему или ей, это надоест. И это действительно вызовет переживание о том, что что-то было сделано и потрачено зря. То есть хорошо, когда складываются дружеские отношения, такие полуприятельские, но при этом надо понимать, что взрослый всегда должен быть авторитетом. Что взрослый человек – это взрослый человек, а ребенок – это ребенок. И сейчас ошибки, которые, вот знаете, могут быть, когда видишь, что братья по разуму нашли друг друга. Ребенку 5 лет, дяденьке 45 лет, и они радостно, непринужденно, весело скачут по лужайке. Это очень хорошо, когда есть совместные игры, когда есть что-то интересное, когда взрослый внушает, да, вот ребенку какой-то интерес и желание учиться чему-то, перенимать опыт. Но при этом вы всегда должны помнить, что взрослый должен быть как минимум на ступеньку выше, что ребенок – это всегда ведомый, а не ведущий. Потому что, когда меняются роли, это неправильно. Когда они играют абсолютно наравне, когда они спорят, да, вот на равных, это неправильно. Потому что взрослый всегда должен быть в авторитете. Ну, естественно, если он этого заслуживает. И вот тут вот самое важное, чтобы ребенок уж очень по-небратски не начал относиться к задуманному человеку. Это в силах исправить. И вообще здесь перспективы для отношений хорошие. Просто нужно грамотно выстроить эти отношения. Для тех, кто выбрал позицию номер пять, она у нас шестая по порядку открытия. Здесь тоже страхи. Вот у нас седьмая и пятая позиция, в принципе, похожи. Но только если седьмая позиция, это какие-то более осознанные такие, да, страхи. И вот те, которые можно объяснить. То здесь может быть какой-то вот необъяснимый момент, когда человек боится. Когда человек, ну вот просто может впадать в ступор при общении с вашим ребенком. Может бояться, что что-то делает неправильно. Может бояться конфликтов. Может бояться, что ребенок не принимает. Что ребенок закроется. Что ребенок, ну вот, то есть, например, если вы знакомили, и человек протянул руку к ребенку, а ребенок не пожал в ответ руку, отошел, спрятался за вас, например, да, как это маленькие дети особенно делают. У человека сложился страх, что ребенок уже не пойдет ему навстречу. Что ребенок уже не будет с ним общаться. Что уже вот все. Он показал, что боится. Он показал, что есть определенная граница, определенный ступор в этих отношениях. И вот теперь взрослый, может быть, это нерациональный страх. И это, естественно, нерациональный страх, потому что любой взрослый человек, он всегда энергетический и просто психологически сильнее. И он может направлять ребенка. Но в данном случае человеком овладевает просто паника. Может быть, это ситуативное какое-то, вот знаете, такое расстройство, когда он вот просто под впечатлением, не может пока что взрослый с собой справиться. Но вот здесь вот, конечно, эти страхи либо могут указывать на то, что сам взрослый инфантилен, либо на то, что взрослый очень близко к сердцу принимает то, как могут сложиться отношения с ребенком. Но сейчас присутствуют страхи, сейчас присутствует даже, я бы не побоялась этого слова, паника какая-то просто. И даже эта паника может быть не выражена. То есть, если вы с мужчиной, например, со своим познакомили ребенка, и вы понимаете, что мужчина, ну, как-то странно ведет себя, может быть, притих, может быть, наоборот, слишком громко, там, размахивая руками, разговаривает эмоционально. Это все может быть показателем его неуверенности и внутренней паники, которую вы можете лицезреть через вот такие проявления взрослого человека. Поэтому сейчас первое, что нужно, это успокоить человека взрослого, а потом уже помогать им налаживать с ребенком взаимоотношения. Для тех, кто выбрал позицию, ну, здесь уже КП очевидность. Это третья позиция, она седьмая по порядку открытия. Ну, и здесь мы видим достаточно легкое, непринужденное общение. Мы не можем сказать, что это просто неземная любовь, что человек просто, вот знаете, скажем так, как родного принимает вашего ребенка, но здесь карта, когда человек может общаться, тогда, когда это нужно, человек может манипулировать ребенком, и может выступать в качестве учителя. То есть энергетически явно этот человек и психологически сильнее. Когда ему нужно, он может найти общий язык. Он относится по-хорошему к ребенку. Он просто ждет сейчас тоже, что будет. И может быть даже уже какое-то ожидание любви, какое-то подсознательное, знаете, такое ощущение, что да, этого ребенка можно любить, и это уже начальная стадия вот этой симпатии, которая может при правильном взаимодействии перейти в любовь. То есть вариант, в принципе, благоприятный. И вариант, который говорит о том, что негатива к вашему ребенку, обозначенное лицо, загаданное вами, не испытывает. И это уже достаточно многое значит, и это уже нам говорит о том, что здесь перспективы хороших, добрых взаимоотношений, которые основаны на уважении и любви, они открываются, да, вот эти перспективы. Главное, их сейчас не спугнуть и только помочь тому, что происходит. А я желаю всем удачи. Я хочу напомнить, что для тех, кто, потому что многие пишут очень часто под видео, а как с вами связаться, а вот как вам написать, как для себя расклад заказать, все мои контакты в текстовом описании данного видео. Вот в эти контакты вы можете, с этими контактами вы можете ознакомиться. Где текстовое описание видео? Сразу могу сказать, вот у нас экран, да, вот здесь вот внизу под видео треугольничек, вы его нажимаете, не спадающее меню выпадает. То есть не в самом видеоролике, а под ним внизу, где написано название ролика и немножечко ниже кликаете на этот треугольничек, открывается описание к видео и, соответственно, там вы находите мои контакты для того, чтобы обратиться за личным раскладом. Но прежде чем писать по поводу личного расклада, посмотрите видео, на которое я оставлю ссылку в прикрепленном комментарии, то есть правила заказа личного расклада. Там все рассказывается, как проходит, каким образом, сколько времени ждать и так далее. Вот это посмотрите, прежде чем писать, для того, чтобы не задавать тех вопросов, на которые я в письменном виде просто не буду отвечать, потому что нет времени. И я, безусловно, всем желаю удачи. Я желаю, чтобы те люди, которые вам нужны и важны, вот такое, знаете, новое название, да, «Ножны» теперь у нас появилось. Ну, когда заговариваешься долго, много снимаешь подряд раскладов, позволительно бывает. Я желаю, чтобы все люди, которые нужны и важны, они оставались с вами, и у них налаживались хорошие отношения с вашими детьми, потому что это очень важно, это действительно нужная тема. И даже если вы загадали не нынешнего партнера, может быть, вы свекровь, как я уже говорила, потому что многие об отношении свекрови спрашивают, и об отношениях свекрови к внукам и к вам есть на канале большое количество раскладов, вы это тоже можете все посмотреть. В плейлисте «Гадание на Тару», там все общие расклады представлены. И, конечно, возможно вполне, что даже свекровь может сыграть какую-то свою роль и помочь где-то, и иметь с ней хорошее отношение, это лучше, чем с ней иметь плохие отношения. Это, я думаю, что ее жуку понятно. Ну, а я со всеми прощаюсь. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова